Всем салам алейкум и добрый день! Мы находимся на окраине села Харатсу, на очень интересном месте. Что это за место и что здесь произошло, сейчас нам расскажет наш известнейший Мухтар Баттаев, заслуженный журналист Кабардино-Балкарин. Знаток этих мест. Ну, мы родом из Безинги, поэтому... Это мы посмотрим в следующей серии, да. Территорию, да. Узнаем вроде бы как. Чем знаменательно это место? Вот здесь, чуть выше, вот там, где дома заканчиваются, там двое ребят нашли шлем. К сожалению, они распилили его. Золотой шлем, да? Да, золотой шлем, да. По-балкарски Такая называется. Алтен Такая. И один, значит, даже ушел на службу. Потом уже, когда поняли, что это такое, его и со службы вернули там. Целое следствие было. Но сам факт, понимаете, все-таки... Здесь еще говорят, там это вроде как и легенда, но монголо-татарское нашествие когда было, тоже говорят, где-то в расщелинах, где-то на скальных участках где-то золото, говорят, там есть. Ну, я же говорю, это вроде как легенда, но... Как бы залежь, да? Да, факт. Нет, нет, нет. Кто-то припрятал. Кто-то припрятал, так и осталось, и не могут найти там. Пытались, говорят, спуститься там по веревке вниз где-то там посередине скалы. Ну, не знаю. Но Карасу черная река, ну, черная речка называется. У нас ротник, вот, например, чистый ротник же есть, ее обычно называют Карасу. То есть это говорит о том, что вода чистая, конечно, и рыба водится. Карасу это не значит, что черная прям дословно, да? Карасу по-балкарски это чистая вода. Чистоту обозначает. Да, чистоту обозначает. Поэтому чуть выше там вот, где Ташинтык, где этот, водопад, где наш есть, там тоже есть Карасу. Поэтому село, конечно, небольшое, но люди... Говорят, что это одно из... это самое маленькое, да, из балкарских сел здесь? Ну, красота, конечно, потрясающая здесь. Так ты, и что дальше было, да? Ну, люди благородные. Так вот, насчет этого шлема, да? Да. Вот. Потом пол шлема нашли, а пол шлема тут, по-моему... Эрткин. Эрткин. Ну... Расплавили? Расплавил у него. А, короче, расплавили, чтобы продать, наверное. Да, расплавили, чтобы продать, да. Половина осталась, половину нашли, ну... Это такая ценность была, ну, да. А это было примерно в какие годы? Ну, Советский Союз еще был, да? Советский Союз, да, это какие там... А? А? Больше лет 40 назад, да? Больше, больше, больше. А с этими пацанами, с ребятами что сделали? Ну, их говорят, привлекли. Привлекли. Жестко, наверное, да? Сказали, говорят, вы не имели права, это надо было сдать там и так далее. Ну, если бы они сдали, они же... Раньше, кстати, давали, да? 25 процентов, тогда, по-моему, было, да? Вот так жили бы их на вполне законных основаниях. А так, блин... Распилит, представь себе, это такое и не каждое столетие бывает. Ну, что делать? Сельские ребята, видимо, далеки были от этих понятий. Это шлем чуть ли не... Какого-то этого... не аспаруха, что ли, какого-то хана бы... Ну, говорят, да, 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 говорят, да. Это... Такие шлемы, обычно, говорят, носили военачальники. Значит, так, что... Край, как, торчал, как, они как-то увидели, как... Блескнул на солнце, там, постул... Раскопали, и... Если бы ты нашел шлем, что бы... Как бы ты пошел? Что бы ты... Не, ну, я, например, лично сдал бы в музей сразу. Угу. Даже не стал бы сдавать этим... Определенным органам, которые там... Ценность определяют, там... Еще и деньги тебе... Да, деньги нормальные. Музей. Вот музей его место. Это должны видеть все. Ага. Так что... Тем более, я думаю, что... Еще много таких богатств где-то... Только найти надо, источники посмотреть и так далее. Тут же, говорят, где-то проходил шелковый путь. Ну, у нас здесь движение большое было. Так что... Вполне могло быть еще... Дыма без огня не бывает. Не бывает, да. Фамиль, а ты как бы поступил, если бы шлем нашел золотого? Даже... Честно скажи. Даже сложно сказать. Я бы тоже отдал бы... Ну, я отдал бы, в общем... В надежные руки. Да. Не-не-не. Надежные руки я имею в виду, отдал бы, что долю... А, долю, долю, долю. Долю, долю. Потому что жить надо... Да. Вот... Было же хорошее у нас, в советские времена, законы. Отдал вот эти находки, отдаешь. Раньше вот так было железно, вот так. От этого даже... Очень по тем временам дожили. Это килограмм, наверное, 15 было. Да, вот эти... Ну, чуть меньше, наверное. Ну, чуть меньше. Это же... Придело, да. 15, да. Тяжелый был, тяжелый шлем был. Там что золото жил, тяжелый был. Да, мы забыли упомянуть, какое ущелье здесь. Холама Безингийская или Безингийская. Можно и так, и так. Все ущелье называется Холама Безингийская. Это вот это все, это Холама Безингийская. Ну, да, да. В общем, да, спасибо за рассказ. Кому интересно, смотрите продолжение. Это вторая, третья серия у нас будет, я надеюсь. Мы направляемся на родину Мухтара Баттаева. Селение Безингий, да? Пойдем, смотри, какая чистая река, смотри. Ну, Мухтар же сказал Харасу, это чистая река. Кругом тут Харасу. Да, да, да. Кругом Харасу.